МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Такие празднования, которые связаны именно с народной традицией. Если это елка, это было все-таки для дворян, то как раз эти многочисленные гадания, многочисленные обряды, которые мы сейчас связываем со святками, это все было развлечением простых людей. Когда люди собирались, опять же, в домах, когда они навещали родственников, когда они дарили подарки, тоже это все связывалось, в первую очередь, с Рождеством и святками. Когда, в том числе, наряжались. Причем наряжались, ходили ряженые по деревне, причем наряжались они во что? В нечистую силу. То есть это были наряды такие очень пугающие на самом деле. Калятки создают атмосферу праздничного веселья, а гадания добавляют таинственности святочным вечерам. Рождественские святки считались самым благоприятным временем для гадания. Гадали в основном девушки. С помощью магических ритуалов они пытались узнать о своей судьбе, заглянуть в будущее. Больше всего девушек волновали дела любовные. Увидеть суженного в зеркале, разглядеть его в кофейной гуще, в очертаниях воска, узнать имя и даже возраст. Мы тоже провели несколько ритуалов. Гадания на желудевом кофе и желудях порадовали хорошими новостями. Наши предки верили, что в этот период определялась судьба на весь предстоящий год. Народные предсказания и приметы подсказывали и помогали. Способов гадания на Руси было придумано немало. Было популярно гадание, когда рассыпали по избе какое-то зерно, выпускали петуха и смотрели, куда петух в первую очередь побежит. И показывало, что ждет, какой будет муж, например. Когда клали в блюдо какие-то кольца, девушки накрывали его полотенцем, пели песни, тоже какие-то предвещающие некую судьбу, и вытаскивали кольца по очереди. И вот считалось, какая песня попадется, такая будет судьба. Когда, опять же, что описывал Жуковский, когда смотрели в какой-нибудь темной бане ночью в зеркало со свечой, конечно, все это очень будоражило фантазию деревенских девушек, когда опять же в зеркале пытались свое будущее видеть. Несмотря на языческое происхождение колядок и гаданий, их любили и относились к ним как к веселому развлечению. Это хороший повод встретиться с близкими, сходить в гости, завести новые знакомства и просто отдохнуть. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.